Рено Кигер является одним из наиболее доступных кроссоверов на мировом автомобильном рынке. Это самый компактный и дешевый паркетник французского бренда, который можно приобрести на территории Юго-Восточной Азии. Данную модель отличает достаточно бюджетное и простое техническое исполнение. Именно доступная цена и недорогое обслуживание являются причинами, по которым Рено Кигер очень любим автомобилистами. А прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, ведь новые видео на нашем канале выходят каждый день. Кроссовер 2021 года вышел в современном новом кузове. Судя по официальным фото, не похож ни на один другой продукт французской марки. Автомобиль представлен в четырех комплектациях, цена на которые даже при условии покупки дополнительных опциональных пакетов не превышают одного миллиона рублей. По техническим характеристикам французская модель является практически полной копией Nissan Magnit. Компания Рено предложила с новым Кигер сразу пять опциональных пакетов. В начальном предусматривается множество хромированных деталей, которые размещаются преимущественно на кузове. Вместе с пакетом SAV покупатель получает дополнительный обвес, защищающий корпус от механического воздействия. В список опционального оснащения также вошли платформа для беспроводной зарядки, передний парктроник, лампа в багажном отсеке и очиститель воздуха в салоне. Помимо этого, за доплату Рено Кигер 2021 года доступен в двухцветном кузове. Новый кроссовер базируется на модифицированной модульной платформе CMF A+, предусматривающей размещение спереди стоек типа Макферсон и сзади торсионной балки. Автомобиль по умолчанию комплектуется барабанными тормозными механизмами, которые в более дорогих модификациях заменяются на дисковые. Новый Кигер во всех исполнениях доступен только с литровым двигателем, который представлен в двух модификациях. В стартовых версиях на французский кроссовер устанавливается его атмосферный вариант, который развивает не более 72 лошадиных сил мощности и 96 ньютон-метров крутящего момента. Для такого силового агрегата доступна только пятиступенчатая механическая коробка передач. Турбированная версия базового мотора выдает уже 100 лошадиных сил и 160 ньютон-метров тяги. Помимо стартовой механики, с этим двигателем можно приобрести бесступенчатый вариатор. Более того, в топовой модификации трансмиссия поддерживает три режима езды, которые оказывают прямое влияние на характер поведения автомобиля на дороге. Длина нового Кигер достигает 3991 мм, при колесной базе 2500 мм. Ширина автомобиля составляет 1750 мм, высота равна 1600 мм. Несмотря на столь компактные размеры, новый Кигер может похвастаться завидным дорожным просветом, недоступным для многих более дорогих кроссоверов. Клиренс у французской модели равен 203 мм. Поведение Кигер на дороге очень зависит от выбранной модификации. Кроссовер с базовым оснащением отличается неплохой маневренностью, благодаря своим компактным габаритам. Однако при движении на сравнительно высокой скорости автомобиль постоянно стремится уйти в сторону, вследствие чего водителю приходится регулярно подруливать. Этот недостаток исчезает в топовой версии с трансмиссией, поддерживающей три режима передвижения. Она обеспечивает неплохой разгон с места, особенно ярко это проявляется в режиме спорт, в котором ускоряется реакция мотора на нажатие педали и повышается точность переключения передач в автоматической коробке. Однако при включении эко ситуация меняется, точнее автомобиль ведет себя одинаково, как в этом режиме, так и в нормал. Причем существенная разница в скорости потребления топлива в обоих случаях не отменяется. Что касается внедорожных характеристик, то французская модель неплохо справляется с ездой по грунтовой дороге, но постоянно эксплуатировать автомобиль за пределами асфальта нельзя. Во многом это обуславливается отсутствием бортовой электроники, предотвращающей пробуксовку и помогающей преодолеть склоны. Также стоит отметить сравнительно жесткую подвеску, из-за чего во время движения по неровному рельефу кочки постоянно отдаются в салоне. Цена на паркетник в зависимости от комплектации находится в пределах от 550 тысяч до 1 миллиона рублей в эквиваленте. Пишите в комментариях, как вам данный автомобиль и считаете ли вы его хорошей альтернативой китайцам? Нам важно услышать ваше мнение. Заходите к нам завтра, чтобы не пропустить очередную новинку. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.